Привет, дорогие друзья! С вами снова Дмитрий Карапенко, и это посленовогоднее видео, сегодня 3 января. Ну, вполне возможно, что вы будете смотреть его, что вы сейчас смотрите его не 3 января, а там, я не знаю, 3 мая. Но все равно, настроение новогоднее, и это кратенькое видео я посвящаю вновь знаменитому тесту GRE, а и, в частности, его раздела, который называется Analytical Writing, аналитическое письмо. Ну что, давайте без всяких долгих предисловий приступать. Рассмотрим вкратце два задания, которые в этом разделе встречаются. Взглянем на пример задания и некоторые критерии оценивания вашего письма на тесте GRE. Ну вот, мы с вами на одной из страниц сайта, официального сайта компании ETS, которая разрабатывает, администрирует, в общем, командует этим тестом GRE. Переходим сразу к делу. Итак, задание Analytical Writing, аналитическое письмо, идет всегда первым по очереди на тесте GRE. Занимает оно час. Почему час? Потому что включает в себя два задания. На каждое отводится по 30 минут. Итак, первое задание называется Analyze an Issue Task. Анализируем, ну, issue, ну, давайте, некий вопрос, некую тему. Вот здесь коротенькое объяснение, что такое issue task. Это issue task, задание на анализ вот этой темы, представляет мнение, или утверждение мнения по какому-то вопросу общего интереса, то есть на общие темы. И после него следует инструкции, что делать. Сразу хочу сказать, что чем-то это задание напоминает Independent Essay, независимое такое эссе, на IELTS, TOEFL, там, где дается какая-то тема, но с утверждением. То есть автор выражает свое уже какое-то утверждение. Например, к домашним животным нужно относиться как к членам семьи. Вот такое, это утверждение на тему какую? На тему обращения с домашними животными. И вам нужно оценить насущность этого вопроса, со всеми его сложностями и так далее. И обычно, до какой степени вы соглашаетесь или не соглашаетесь с утверждением автора этого вопроса. Итак, давайте перейдем непосредственно к этому вопросу. Сейчас будет пример вопроса и несколько примеров ответов. Так, мы здесь возьмем sample essay responses. Примеры ответов. Вот у нас тема. А это задание. Итак, давайте я прочиту вслух сейчас эту тему, потом задание. As people rely more and more on technology to solve problems, the ability of humans to think for themselves will surely deteriorate. Ну, на всякий случай, на русском нам просто легче будет обсуждать. Так как люди полагаются более и более на технологию для решения своих проблем, способность человека, людей думать, самих непременно, конечно, будет ослабляться, уменьшаться. Ну вот, здесь у нас есть и issue, то есть вопрос, некая тема, использование технологии, влияние ее на способность людей мыслить. И мнение сразу же автора этого задания, то, что он считает, что, безусловно, использование технологии ухудшит наши мыслительные способности. Теперь задание. Обсудите, как бы, степень, до какой вы согласны или не согласны с этим утверждением, и объясните the reasoning for the position you take, ну, основы, основания, которые у вас есть для вашей позиции. В общем, в вашем ответе подумайте, при каких, как бы, обстоятельствах это утверждение будет правдиво или неправдиво, ну, не то, что правдиво или неправдиво, уместно, неуместно, да, и объясните, как ваше рассуждение формирует вашу позицию. Ну, в общем, если самыми-самыми простыми словами, да, объясните, до какой степени вы согласны или не согласны с этим утверждением, и, естественно, предоставьте причины и примеры, ну, скажем так. Оценивается от 1 до 6 баллов. Что вот это вот задание, что второе? От 1 до 6. Мы сейчас не будем с вами читать все вот эти 6 ответов, да, и 6 комментариев к ним. Я вот только начну, хочу вам показать ответ на единичку. Смотрите. Ну, вот оно. Humans have invented machines, but they have forgot it, and have studied everything technically, so clearly their thinking process is deteriorating. Ну, в принципе, ну, язык более-менее нормальный тут, но одно предложение, да. То есть, ну, это не серьезно, поэтому единичку получает человек. Если бы он накатал таких предложений штук 15-20, может, троечку получил, там, кто его знает, может, даже до четверки бы добрался. Смотрите, чтобы получить двоечку, да, надо уже что-то написать. Причем здесь ошибок, конечно, как бы много, но не столько ошибок в словах, там, это уже считается все-таки, ну, детский сад, да. Для такого уровня теста, как GRE, ошибочки в словах, ну, совсем уже нежелательно, да. Здесь более синтаксические, стилистические ошибочки, да, и человек получил красивую двойку. Обычно, чем, как бы, поверхностнее человек вникает в тему, тем меньше он получает. То есть, на GRE в своих ответах саму тему и свои обоснования нужно пытаться рассматривать глубоко. То есть, мыслить глубоко. Здесь не только ваш язык, не столько даже ваш язык, английский проверяется, да, уровень письма, а именно рассуждения. Так, ну, вот, на троечку, смотрите, вроде бы небольшой, да, но тем не менее. Я что вам хочу сказать? Я так, я считаю, что большинство людей со средним уровнем английского, русскоязычных, если они хорошо потренируются и так далее, то четверку можно получить. Четыре балла, в принципе, это считается нормальный балл, я думаю, за письмо аналитическое на GRE по этому вопросу. И уж тем более по второму заданию, которое мы сейчас вкратце тоже с вами увидим, то четыре – это нормальный балл. Чтобы получить пять и шесть, действительно, нужно словарь классный, то есть классные слова. Я не говорю, что усыпать, нет, за чрезмерное усложнение даже могут снять балл. Но, тем не менее, редкие, как бы, более редкие слова, редкие конструкции, красивые конструкции нужно туда вставлять. Это раз. И, во-вторых, глубоко мыслить на английском – это два. Четверочку получить, я думаю, можно спокойно. У кого там upper-intermediate, так называемый уровень, да, и который позаниматься именно, почитать, проанализировать много-много заданий вот этих самих и примеров, хороших примеров ответов, то можно четверочку получить. Ну, а на пять, на шесть надо заниматься. Итак, друзья, вкратце, ну, супер вкратце, но я думаю, что у вас понятие о задании номер один есть. Вот, как бы, сама тема, да, это задание. Ничего страшного, в принципе, только писать надо уметь красиво и вдумчиво. Итак, теперь задание номер два. Одну секундочку. Такс. Я, извиняюсь, куда-то я не туда влез. Так, analytical writing. Ага, вот оно. Как только вы написали за 30 минут, analyzing issue, кстати, хочу отметить, да, давайте отметим то, что 30 минут, это не так уж много. Для хорошего ответа, хорошего 30 минут, это, ну, это нужно, в общем, печатать быстро. Более того, желательно, ну, всегда, на любом тесте, очень желательно оставить минуточки три, чтобы вы глянули все-таки сначала, как бы, закрыли глаза, да, потом их открыли и попытались взглянуть на свой эссе, как бы, глазами другого. Ну, чтобы заметить, ну, чтобы заметить, ну, может, какие-то ошибочки где-то все-таки пару, как утверждают грейдеры, те, которые оценивают вот эти вот задания, то какие-то случайные ошибочки, механические вам простятся. То есть, одна, две, где-то какую-то лишнюю букву, это не переживайте, значит, это все понимают, что вы пишете быстро и, ну, некогда вам заботиться о том, чтобы каждое слово было идеально, там, и так далее, и так далее. Но, если у вас ошибки в словах, ну, ясно, это становится сразу же понятно, это видно, что у человека проблемы с правописанием. Ну, для GRE, вы знаете, проблемы с правописанием, повторюсь опять, это не тот случай, этого допускать нельзя, потому что это тест не английского, это тест, как бы, это тест ваших аналитических способностей. Поэтому возюкаться тут с языком еще, с вашими ошибками, никто не будет. И, естественно, что балл ваш будет уменьшен. Итак, как только вы написали это 30-минутное чудо, вы сразу же переходите ко второму 30-минутному чуду, который называется Analyze an Argument. Анализируем так называемый аргумент. Это немножко посложнее задание. Итак, берем sample essay. Так, вот у нас, ну, как бы, задание, да? Argument – это тоже утверждение, да? Но утверждение, здесь имеется в виду сложное утверждение, состоящее из нескольких утверждений, естественно, автора, взаимосвязанных между собой. Естественно, оно не идеально, оно страдает нарушением логики, как это так называемый, когеренцией, вот это, ну, ну, как вам сказать, ложные выводы, да, что из А проистерилизации, возникает Б, да, но на самом деле, если внимательно читать, то Б, допустим, вот в этом вот утверждении, оно абсолютно не зависит от А. А автор, там, вот, судя по его письму, вот у него так получается. Нам нужно найти эти недостатки и красиво расписать их. В принципе, можно также написать, как бы, как по-нормальному, логично можно было бы построить это растянутое, как бы, утверждение. Итак, чтобы нам проще было это все осознать, давайте я прочту сейчас быстренько это, как бы, задание. В этом случае, Mason City residents rank water sports, swimming, boating, and fishing among their favorite recreational activities. The Mason River, flowing through the city, is rarely used for these pursuits, however, and the city park department, devotes little of its budget to maintaining riverside recreational facilities. For years, there have been complaints from residents about the quality of the river's water and the river's smell. In response, the state has recently announced plans to clean up Mason River. The use of the river for water sports is, therefore, sure to increase. The city government should, for that reason, devote more money in this year's budget to riverside recreational facilities. Так, ну, я понимаю, что, так, сходу, за две секунды, не так уж легко тут увидеть все недостатки, вообще въехать, что тут такое, да, поэтому, ну, мы с вами знакомимся сейчас. Компания ETS выкладывает на своем официальном сайте, как вам сказать, десятки, даже сотни ориентировочных тем вот этих заданий, с которыми вы можете ознакомиться и сложить себе картину того, что от нас хотят в плане заданий. Так, вот само именно задание. Напишите ответ, в котором вы анализируете представленные или непредставленные, ну, по крайней мере, высказанные или невысказанные предположения вот этого аргумента. Обязательно, видите, be sure to explain, обязательно объясните, как аргумент этот зависит от утверждений и какие могут быть, ну, implications трудно перевести, но, скажем так, давайте, как бы, логические последствия, если утверждения будут необоснованными. В общем, смотрите, друзья, если вы внимательно прочтете вот эту штучку, опять остановите видео, вы увидите, что здесь, ну, как вам сказать, нелогично автор, то есть с логикой у него, даже с формальной логикой, проблемы. Потому что он объединяет, там, допустим, что люди мало на воде катаются, там, на боутинге и фишинге, и рыбой занимаются рыбалкой, потому, как бы, потому что у реки запах нехороший тут и так далее, и так далее, а также низкое качество воды. Ну, необязательно же это проистекает, и кто-то тут жалуется на это, да, ну, тут написано, допустим, были жалобы от жителей, но не уточняется жалобы от скольких жителей, какого рода жалобы. Потом, in-service, вопросы, вот эти опросы, да, пусть опросы, написано выборка, то есть опросы, какого количества людей, какого возраста пола и так далее, ну, и так далее, и так далее, и так далее. И в комплексе вот это все делает вот этот аргумент, как бы, не unwarranted, ну, целый аргумент, то есть, ну, нелогичным, то есть, ненаучным. А нам нужно проанализировать и найти эти недостатки. Обычно вот это задание, второе, вызывает больше затруднений у людей, чем первое, и я с этим абсолютно согласен. Оценивается точно так же по шестибальной шкале, давайте глянем на самого дна, да, вот, например, вот на единичку, да, опять-таки одно-два предложения, и причем я вам хочу сказать, что здесь язык более-менее, ну, нормальный, ну, два предложения, ну, единичка, потому что нечего тут даже и говорить. Это не годится. На двоечку, смотрите, уже намного больше и так далее, причем я смотрю здесь параграфики, смотрите, абзацы построены. First, second, third, in summary, то есть, как бы, логично все, например, человека учительно тренировал или на курсах, да, что нужно абзацы начинать. First, second, third, in summary, но сама логика, и языка тут не хватает, все такое двое. То есть, очень мало на троечку, ну, хотя один абзац, конечно, я не очень люблю, когда так оно потоком идет, надо делить, да, но вот здесь у нас один длинный абзац, ну, троечка. Я сейчас не анализирую, не вникаю в это, потому что, уверяю вас, у нас будет такая каша в голове, что это просто нам не надо сейчас. В принципе, как и в прошлом случае, если уровень английского у вас хороший, и вы хотя бы немножко вникли, почитали примеры ответов, и преподаватель, если вы с преподавателем, например, ну, объяснил вам хотя бы немножко все-таки, что от вас хотят, некоторые спасительные фразы, как бы, ну, это не обязательно, что эти фразы вам помогут, если, ну, по крайней мере, есть вероятность, да. То есть, на четверочку вы напишите. Чтобы получить 5 или 6, нужно четко мыслить, четко выстраивать свои суждения, вникать вот эти вот расхождения, слабые места, анализировать их, поднимать их на гора, так сказать, и раскладывать по полочкам. При этом, естественно, красивым английским письменным языком. Я считаю, что уровень языка и вообще мышления и так далее здесь на GRE должен быть как бы намного выше на максимальный балл, чем на IELTS, TOEFL и так далее. Не на много, там не в 10 раз, да, но тем не менее, это уже тест не того уровня. Окей, друзья, я думаю, что вкратце мы с вами познакомились с Analytical Writing на тесте GRE. Итак, давайте секундочку обобщим. У нас два, у вас будет два задания, если вам его когда-то предстоит сдавать. 30-минутные. Первое. Analyzing issue. Мы как бы анализируем и там до какой-то степени соглашаемся, не соглашаемся с мнением, высказанным по поводу какой-то темы общего интереса. Ну, как у нас здесь было, что компьютеры, постоянное использование технологий все больше и больше, оно приводит к тому, или приведет к тому, что люди становятся, грубо говоря, тупее и тупее. Ну вот, ваше мнение реально не имеет отношения к вашей оценке. То есть, хоть вы соглашаетесь, что люди будут тупеть, хоть вы не соглашаетесь и будете говорить, что люди будут все более и более интеллектуальными и так далее, при этом может быть какие-то аспектики, учитывая негативные там. То есть, вы можете так писать, можете так писать, за это вам оценку не понизят и не повысят. Главное, те аргументы и логика ваша, построение вашего ответа, которые вы приводите. И второе задание, 30-минутное тоже. Analyzing argument. Аргумент, так называемый, это видеть такой один абзацик текста, в котором автор строит свои, дает факты, а потом строит свои умозаключения. Естественно, и связь между этими фактами, всякими выводами, предположениями, она нарушена. Логика нарушена. Нам нужно найти эти недостатки, разложить их по полочкам и, если у вас еще останется время и энергия, может быть, сказать, при каких выводах, при каких связях вот этих логических, этот аргумент был бы более логичным, то есть более четко построенным, более правдивым, более валидным, как говорится, в таком духе. Окей, друзья, чтобы не затягивать это видео надолго, если вам нужно вникать глубже в тест GRE и особенно в это analytical writing материалов достаточно, я рекомендую вам начать сначала со знакомства с сайта ets.org, той компании, которая непосредственно разрабатывает этот тест американской. Там вы увидите раздел GRE, клацайте, кликаем и сначала ознакомиться со всеми официальными материалами. Они полезны. Не слушайте никого, кто будет говорить вам, кто там, ну не надо туда тратить время и так далее, сразу надо какие-то супер учебники и так далее. Ознакомьтесь сначала в общем. А потом уже вы найдете много из материалов, ну много, ну относительно много. Тест GRE, он не такой распространенный, естественно, как IELTS или TOEFL, но тем не менее. К тому же, вы знаете, я вам хочу сказать, что даже для своего развития, для общего интереса, если вы повникаете в эти тесты и даже потренируетесь, то после этих GRE, если вам предстоит сдавать что-то типа TOEFL или IELTS, вам будет писаться вообще там легче и рассуждаться, потому что уровень этого теста выше, в плане английского общего мышления, а тех тестов немножко ниже, да. Поэтому вам будет проще. Окей, друзья. И также хочу сказать, что я являюсь профессиональным репетитором по подготовке к разным тестам, не только GRE, но и другим. И поэтому, если у вас есть время, мотивация и финансы, то приглашаю вас на подготовку к GRE и к другим тестам по скайпу. Ссылочки, где можно узнать больше об этом, вы найдете в описании этого видео. Окей, друзья. С вами был Дмитрий Карапенко. Если вам действительно предстоит сдавать этот GRE, желаю вам удачи. Все получится. Главное, естественно, что верить в себя и тренироваться. Верить в себя и тренироваться. И осознавать, зачем мы это делаем. То есть, чтобы мотивация нас толкала вперед. Окей. Увидимся в следующих видео. Продолжение следует.